А к нашему эфиру присоединяется Виктория Романюк, заместитель руководителя проекта «Стопфейк». Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну вот на этой неделе российские оккупанты начали активно распространять новую дезинформацию в соцсетях о якобы поражении Украины в Бахмуте и уменьшении помощи Запада. И главным образом это делается в Фейсбуке, но с анонимных каких-то каналов. Вот об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Вот главные месседжи, которые они забрасывают. Битва за Бахмут проиграна, командование Украины бросило своих солдат, и США уменьшают поставки оружия. Как вы полагаете, на кого все это рассчитано? Зачем все это сейчас забрасывается? Тем более, что нужно добавить, руководство Украины объявило о своем решении. Мы продолжаем оборону Бахмута. Мы никуда не уходим. Добрый день. Не устаю повторять, что мы находимся в состоянии войны. И когда происходит война, речь идет не только о каких-то реальных военных событиях, речь идет о информационной войне. А во все времена основной тактикой противника была попытаться дезориентировать и деморализировать противника. Поэтому здесь тактика России абсолютно не новая, не уникальна. То, что пытаются морально подавить противника, украинцев, украинскую армию, украинских военных, это очевидно и это логично. В принципе, наверное, уже за год такой активной, агрессивной войны мы уже должны были бы научиться предвидеть такие вещи, потому что это самый типичный, наверное, прием во время любой войны, повторюсь, любой войны. Потому что деморализировать противника, делать так, чтобы он сдался, не хотел воевать, подавить его моральный дух, это очень важно для ведения успешной операции. В данном случае, как мы видим, операция Российской Федерации абсолютно неуспешна. И самое главное для Путина и Кремля, это то, что украинцы верят и в ЗСУ, и власти, и поддерживают оборону, и поддерживают те действия, которые на сегодняшний день, в общем-то, реализуются украинской власти и украинской армии. Поэтому пропаганда запускает максимум технологий и уловок для того, чтобы напугать, сломить, дезориентировать, деморализировать обычных украинцев, родственников военных, самих военных. И, конечно же, такие сообщения, которые забрасываются в социальные сети, забрасываются в мессенджеры, присылаются персонально через какие-то сообщения, это обычная типичная практика. Ну и вот вы говорили о практике врага, напугать, сломить, и вот как они еще пытаются каким образом, снова третья масштабная воздушная тревога за сегодняшний день. Я попрошу режиссеров показать карту. Снова все горит красным, абсолютно все области. Виктория, и еще один фейк, который разоблачила ваша команда, вот о нем хотели поговорить. Якобы президент Байден на встрече с конгрессменами признал непобедимость Путина. Вот в марте российские СМИ и телеграм-каналы начали распространять аудиозапись, якобы закрытой встречи, на которой Байден высоко отзывался о патриотизме Путина и сказал, что победить его невозможно. Правда, вот на аудио звучит вовсе не голос американского президента, причем там подделка была очень грубая, с такими грубыми ошибками. Ну, я хочу просто здесь сказать о том, что вот эта вот война, последний год, война в Украине, она показала, как Россия отработала все возможные технологии ведения дезинформации. Мы сталкивались и с дипфейками, мы сталкивались с подделкой аудиосообщений, мы сталкивались с поддельными документами и поддельным видео. Все это идет в ход. Я вот, кстати, хочу здесь сказать, что, ну, если вы помните, ну, как началась, в принципе, где-то стратегия там введения коммуникации главы Николаевской области Кима, да, ведь на начале войны, хочется об этом вспомнить, просто был запущен фейк о том, что он обращается к гражданам Николаевской области с тем, что необходимо сдаться. И тогда это был аудиофейк, это было аудиосообщение, и после распространения, массового распространения таких аудиозаписей, он сказал, что, ну, теперь я буду лично там включаться и комментировать, чтобы вы понимали, что на самом деле происходит, что никаких фейков, что никакой сдачи, в общем-то, нет, и никто не собирается ничего сдавать. И, ну, здесь на самом деле, как я уже сказала, здесь самое главное, вот этот вот мимолетный быстрый эффект, который рассчитан на аудитории. Никто не будет разбираться там, анализировать звук, никто не будет анализировать техническую составляющую такого контента. Такие подставные поддельные аудио-видео, они очень быстро срабатывают, и аудитория сразу же реагирует на них. Вот, посмотрите, вот какой кошмар, и так далее. Поэтому российская дезинформация, пропаганда используют такие технологии. Сделать их очень легко, несложно, но это срабатывает, потому что любой мультимедийный контент, то ли это видео, то ли это аудио, он всегда отражается эмоционально у аудитории. Конечно же, история с Байденом и якобы его какими-то речами, она больше ориентирована на свою аудиторию, которую пытается постоянно убедить в том, что Россия сохраняет свое могущество, о том, что Россия продолжает быть в лидерах, как военных, так и геополитических, и всячески показывает, что вот и Америка пытается преклониться перед нами, и уже даже Байден признал величие Путина. Такие вещи, они немножко смешные, но они срабатывают, потому что вновь и вновь повторяются в информационном пространстве. Да, ну вот подделывают не только аудио, но и фальшивые документы пытаются через свои телеграм-каналы забрасывать, вы об этом сказали, и так появилось якобы обращение депутатов Верховной Рады к руководству Энергоатома, с просьбой предоставить списки сотрудников, которых можно привлечь к мобилизации. И все это подавалось под заголовками «Режим Зеленского готовится гнать на убой даже работников АЭС». И снова вот в этой бумажке была куча ошибок, плюс фамилии были депутатов, которых и в помине нет. Абсолютно правильно. Это та же технология, никто не старается, никто не уделяет много времени этим подделкам, потому что все понимают, что время жизни такой фейковой новости, это там один-два дня, и дальше она будет разоблачена, и в общем-то не имеет смысла, будет ли она разоблачена или нет. Самое главное — навести вот этот вот мгновенный удар по аудитории здесь и сейчас. Мы понимаем, что запустив при помощи анонимного телеграм-канала или группы в Фейсбуке такую новость, она облетит за сутки огромное количество пользователей. И после того, как это произойдет, конечно же, фактчекеры начнут публиковать какие-то опровержения. Но эффект уже достигнут. Люди познакомились с этой информацией, люди уже обговорили, на эмоциональном уровне люди отреагировали. И, конечно же, вот этот момент очень опасный, потому что систематическая работа с такими новостями, она формирует прочность определенных месседжей в нашем информационном пространстве. То, что когда-то казалось нам абсолютно нереальным, со временем, после того, как мы вновь и вновь получаем эти месседжи, мы начинаем думать, а действительно ли это поделка, а может, действительно это была правда. Мы начинаем сомневаться, и здесь сомнения самые страшные, потому что они, ну, это как бы путь к определенной рефлексии отношения тех фейков, тех новостей, о которых, в принципе, думать не стоит. Их нужно удалять, пропускать, идти дальше. Вы знаете, вот некоторые такие фейки, наверное, были бы смешными, если бы не были такими, ну, просто до идиотизма глупыми. Вот пропагандисты, в частности, Скобеева, новый фейк такой развивает, о том, что в Украине якобы проводят, я хочу процитировать просто, что генетические эксперименты по конструированию нации начали консервировать сперму бойцов ВСУ, чтобы вывести целую армию отборных укров с повышенным уровнем русофобии. О чем это вообще? У них нарративы заканчиваются, или у них какое-то умопомрачение, я не знаю. Это то, о чем я сейчас сказала. В дезинформации самое главное – постоянство, постоянство и постоянство. Когда одни и те же темы вновь и вновь звучат, они становятся реальными, они становятся убедительными, и аудитория в них верит, как в определенную данность. В данном случае речь идет о нарративе «Украино-фашистское государство», крайне опасное не только для России, но и для всего мирового сообщества. Это тема о фашистах, нацистах, которые проводят эксперименты, создают биолаборатории, пытаются проводить какие-то эксперименты на людях. Это отсылка ко Второй мировой войне и к экспериментам, которые проводились в фашистской Германии. Это инструмент запугивания своей аудитории для того, чтобы с одной стороны показать свою правоту, правоту действий российской армии, а с другой стороны для того, чтобы совершать тот очень страшный акт, который называется дегуманизация. Дегуманизация украинцев в лице россиян. На протяжении многих лет, а то и десятков, российская власть, российская идеология, она совершала политику дегуманизации в информационном пространстве. Когда украинцы высмеивались, назывались грубыми словами, когда тема фашизма, нацизма, она настолько серьезно проговаривалась на самых высоких уровнях, что стала частью определенной российской культуры. Эта тема спустилась внизу и становится частью вот этой вот украинофобии, если можно так сказать. Когда обычный рядовой россиянин не видит ничего плохого в том, чтобы убивать украинцев, убивать украинских детей, насиловать украинских женщин. А почему? Потому что на протяжении многих-многих лет им говорили о том, что украинцы не люди, украинцы фашисты, украинцы совершают какие-то преступления, совершают какие-то эксперименты. И в общем очень опасная нация. То есть это фактически нацистский инструмент расчеловечения так называемого. Я помню, когда нацисты в своих публикациях называли другие расы, называли их насекомыми различными. То же самое делали с евреями, абсолютно вы правильно говорите. То же самое, когда перевернутое зеркало, когда враг становится жертвой, а жертва становится врагом. Эту тактику применяли немцы во время Второй мировой войны отношений к евреям, когда называли их опасными, грязными, когда называли их всякими брутальными и грубыми словами, что создавало, ну фактически давало зеленый свет людям идти против нации, против народа, убивать и уничтожать. Расчеловечивали. Абсолютно. Тактика дегуманизации, она очень опасна. И в общем то, что делает Скобеева, шутя, серьезно, или это же какие-то блогерские сообщения, это проявление именно такого явления. Знаете, все чаще резонно возникает вопрос, за кого они вообще держат свою аудиторию. Вот еще один фейк вспомнился прошлой неделе на одном из федеральных каналов, в прайм-тайм, вот в ток-шоу. Они на полном серьезе рассказывали, что в Лондоне из-за дефицита продуктов голод, да, и во многих ресторанах уже посетителям начали подавать белок. А почему, собственно, такая жизнь началась? Почему белок едят? Все из-за помощи украинской армии. Вот какой воспаленный мозг, да, все это придумывает. И как в 21 веке людям, у которых есть интернет, все это можно, извините, втюхивать? Вы знаете, эта пропаганда является зеркалом. Зеркалом не только ментальности, но и обычного порядка дня Российской Федерации. Чем хуже становится положение у обычных россиян глубинки, тем сложнее им объяснять причины этой войны, и в том числе экономического кризиса. И тем грубее, брутальнее должны быть примеры. И вот эта вот идея о том, что мы потерпим, мы готовы там ничего не есть, не пить, но главное, чтобы мы победили, она же вот об этом, да. Такие фейки, они являются месседжем о том, что смотрите, вот у Европы какая беда. Они поддерживают украинцев, европейцы уже сейчас голодают. У них там вот, кстати, зимой была масса фейков о том, что европейцы и целые города Европы замерзнут. Сейчас они транслируют информацию о том, что европейцы едят белок, крыс и умирают с голоду. Это как раз направлено на свою внутреннюю аудиторию, что точно не европейцы, потому что британцы прокомментировали этот фейк шуткой. И, в общем-то, Daily Mail, британское издание дало своеобразный ответ на эту фейковую новость. И, естественно, все иронично относятся к этим сообщениям. Но такие новости очень нужны людям из глубинки, потому что им показывают, смотрите, вот европейцы умирают из голода, ну, значит, мы правильно все делаем, значит, нужно добивать и этот Запад, и Украину. И они, кстати, повторяются. Мы помним рождественских хомяков, да, Ирина? Или кого они варили? Тоже было, да? То есть тогда варили в дома рождественских каких-то хомяков, потому что нечего было есть, а теперь вот в ресторанах едят белок. Ну, ведь это уже просто тавтология какая-то. Ну, это просто, знаете, это на уровне, наверное, режиссуры выбираются какие-то очень такие яркие образы, которые для всех сразу же были бы понятны. Вот если европейцы от холода замерзают и едят крыс, значит, уж там совсем все плохо. А мы молодцы, мы будем стоять, мы победим. И эти же, на самом деле, абсолютно безумные месседжи, они направлены на людей достаточно низкого социального уровня. Это люди из глубинки, которые тоже, возможно, не доведают, но им говорят о том, что вот терпите, мы великая, могучая страна, а все победим. А еще чуть-чуть осталось, еще вот чуть-чуть они дойдят своих крыс и белок, и тогда уж мы точно победим. Знаете, я вот, кажется, понимаю, на кого и как это рассчитано. Вспомнилась классика, говорит, а зачем же вы убиваете этих котов? Да, мы из них белок будем делать на рабочий кредит. Помните, в собственном сердце? Да, да, абсолютно. Вот откуда и белки. Виктория, сегодня вот проходит заседание в формате Рамштайн, плюс наши военные уже завершают обучение на танковых полигонах в Европе. Скажите, вот в этой связи каких фейков можно ожидать от российской пропаганды? Ну, просто так, ведь эти события не пропустят. Первое, что уже происходит, как реакция на эти события, это карта, которую вы показали с тревогами. Конечно же, Путин будет демонстрировать свою силу и мощь, запугивать ракетами и обстрелами у мирных города Украины. Это то, что точно будет проходить в пространстве реальном, потому что каждое событие, оно сразу же, как мы уже увидели, оно уже сразу же отголоском проявляется на наших красных картах и обстрелянных городах. Это первое. В информационном пространстве все будет продолжаться в том же духе. Такие фейки о признании Западом величия Путина, как вы сегодня приводили примеры с фейком о Байдене. Фейки о том, что у Европы оканчивается вооружение, что Европе уже нечем помогать. Фейки о экономическом положении. Сейчас очень активно манипулируются именно экономическими факторами, экономическими кризисами, которые, в принципе, на самом деле, касаются любой страны, любого государства в Европе и не только. Будет идти речь о темах, которые связаны с мотивацией дальше поддерживать Украину или не поддерживать. Для каждой целевой аудитории там могут быть разные фейки. Для немцев одни, для испанцев, скажем так, другие. И, в принципе, сейчас для Путина самое главное – это посеять вот эти сомнения о необходимости продолжать поддерживать Украину в том же формате и в том же объеме, как это происходило в последний год. Виктория, спасибо огромное. Спасибо за ваши комментарии и пояснения, за эту содержательную беседу. А я напомню, Виктория Романюк, заместитель руководителя проекта «Стопфейк», была с нами на связи. Всегда рады видеть.